Великие державы 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 Она принадлежала Немцам И они из подволь Готовились разоружить Итальянскую армию И взять бразды правления В свои руки Так что запуганный Или не запуганный Итальянский народ Мало что мог сделать Или еще один пример Разрушение Двумя налетами Английской авиации Старого немецкого Города Любика Через порт Которого Международный Красный Крест Передавал Военнопленным Посылки Западным конечно Советские военнопленные Не получали ничего Кроме издевательств И страданий Когда после войны Историки узнали о том Что несмотря на тотальные Разрушения Германских городов Немецкая военная Промышленность Продолжала увеличивать Объемы Своей продукции Вплоть до ноября 44-го года То многие из них Призадумались А некоторые Сразу квалифицировали Разрушение Немецких городов Как варварство Конечно Оценки меняются Вместе с эпохами То что является Хорошим в дни войны После войны Может быть уже Ужасным И безнравственным Служивший В оккупированном Париже Немецкий философ И писатель Фронтовик Эрнст Юнгер Получил письмо От жены И записал в дневнике Налет на Ганновер Произошел в полдень Когда она работала в саду Ребенок испугался И прочел длинную молитву Центр города пустошен Я никогда Я никогда так ясно Не сознавал Как теперь Читая эти строки Что города Как сновидения Их можно легко стереть Когда наступает рассвет Но в нас они Продолжают жить На неслыханной Глубине В неразрушенном Пространстве 29 августа Лопнуло германское терпение По отношению к местному самоуправлению в Дании Германия отменила полномочия Всех датских институтов власти И взяла бразды правления в руки Окупационной немецкой администрации Но главным для Гитлера конечно было Продление договора со шведским королевством 20 августа 1943 года Швеция прекратила транзит через свою территорию Германских военнослужащих Так называемых солдат-отпускников Еще в конце июля 1943 года Шведский посланник в Берлине Рикерт Передал по этому поводу Правительству Рейха Соответствующую ноту Нужно сказать что За период с лета 1942 По лето 1943 года Через территорию Швеции Проследовали порядка 2 миллионов Солдат вермахта А предыстория этой ситуации Вне всяких сомнений Заслуживает внимание Уже в самом начале Второй мировой войны Воюющие страны Рассматривали Швецию в первую очередь Как поставщика важных Стратегических материалов В первую очередь Разумеется сырья По торгово-экономическому соглашению Между Швецией и Германией Германия получала Из Швеции Железную и цинковую руду Целлюлозу А также готовую промышленную продукцию Необходимую для военной промышленности Германии Речь идет в первую очередь О шарикоподшипниках При всем при этом Шведский нейтралитет В первые годы Второй мировой войны Был выражен на прогерманский Но после Сталинграда И в особенности после Курска Летом сорок третьего года Швеция все больше и больше Стала ориентироваться На страны антигитлеровской коалиции В сорок третьем году в Лондоне Прошли переговоры Между представителями Великобритании Соединенных Штатов Швеции И на этих переговорах Представители антигитлеровской коалиции Достаточно твердо и решительно Потребовали от Швеции Прекратить транзит военных грузов Через территорию этой страны Прекратить предоставление кредитов Нацистской Германии И был выдвинут еще целый ряд требований И уже с лета 1943 года Поставки Швеции и Германии Были в значительной мере сокращены Провозглашена независимость Бирмы в союзе с Японией Норвежское правительство Виткуна Квислинга Объявило войну Советскому Союзу Используя в качестве предлога Бомбардировки советской авиации Территории Норвегии Оккупированной немцами Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер Назначен министром внутренних дел Германии Вместо Вильгельма Фрика Ставшего протектором богемии Моравии В Софии 28 августа От сердечного приступа Умер болгарский царь Борис Третий В Советском Союзе открыты 11 суворовских училищ Для обучения подростков военному делу 1 августа Английские самолеты Сандерленд Потопили две подводные лодки На следующий день еще две За весь август Центральные Северные Атлантики Немцы потопили всего 4 судна Потеряв 26 подводных лодок Подводный флот Германии Нуждался в техническом усилении Немцы работали над модернизацией Своих подводных кораблей Но обгонят ли технические инновации Субмарин Развитие противолодочных средств Союзников Мы увидим это В следующих сериях Нашего фильма Гроссадмирал Карл Денис Родился 16 сентября 1891 года Сын инженера оптика Первую мировую войну Встретил флаг офицером крейсера Бреслау в Черном море С января 1917 года Начал службу на подводных лодках Воевал в Средиземном море В октябре 1918 года Командуя подводной лодкой У-68 После потопления Английского транспорта УПЭК Денису пришлось Затопить субмарину И сдаться в плен С 1935 года Капитан первого ранга Денис Занимался воссозданием Подводного флота Германии Отец германских подводников Пользовался уважением И любовью своих подчиненных Имея в своем распоряжении Ограниченное число Пригодных для действий В океане субмарин С начала Второй мировой войны До конца 1940 года Добился крупных успехов В войне на море В январе 1943 года Денис был назначен Главнокомандующим Военно-морским флотом Германии Но сохранил за собой И фактическое руководство Подводным флотом После большого успеха В марте 1943 года Немцы начали терять Значительное число Своих подводных лодок При минимальных победах Что заставило Дениса Сделать оперативную паузу В начале осени 1943 года В августе лидеры США В Великобритании Провели очередную встречу В канадском городе Квебек Черчилль и Рузвельт Обсуждали проблемы Введения войны В ходе этой встречи Обсуждались Важные вопросы Связанные С дальнейшим Уточнением И дальнейшей Выработкой Военной стратегии Союзников В ходе продолжавшейся Второй мировой войны В частности Рассматривался вопрос О стратегических Направлениях Которые Должны были стать Приоритетами Во второй половине 1943 И в 1944 году Рассматривался вопрос Сопряженный С неизбежным Грядущим Выходом Из войны Италии И в этой связи Обсуждалась Достаточно всесторонняя Ситуация На Балканах Особое внимание Рузвельт и Черчилль Уделили Разработке Дальнейшей Подготовке К проведению Операции Оверлорд Операции Связанной С десантированием Союзных войск Во Франции Был подготовлен Доклад Генерала Моргана В котором Называлась Точная Конкретная Дата Начала десантной операции 1 мая 1944 года Рузвельт и Черчилль Одобрили Доклад Генерала Моргана И было предложено Военным Начальникам Штабов Продолжить Уже Детальную Разработку Плана Этой операции Ну и Кроме всего прочего На встрече В Квебеке Обсуждалась И Дальневосточная Стратегия Союзников А также Ситуация На театре военных Действий В Юго-Восточной Азии В частности Рассматривалась Вопрос О перспективах Возможного Наступления Через Бирму В Китай Рассматривалась Ситуация Сопряженная С возможной Перспективной Высадкой Американцев На Филипфинах И целый ряд Других вопросов Примечательно Что в самом Конце конференции На завершающем Пленарном заседании Которое Прошло 23 августа 1943 года Прозвучала Информация О том Что Япония Должна Будет Быть Поверженной Не позднее Чем Через год После того Как капитулирует Нацистская Германия Остров Узидон На Балтийском море В северной части Острова Пенемюнде В 1936 году Немцы построили Испытательный Авиационно-ракетный Полигон В декабре 1937 года На полигоне В Пенемюнде Прошли первые Запуски ракет В дальнейшем В Пенемюнде Проходили испытания Модели реактивных самолетов Ракетного оружия И другой военной техники На этом полигоне Немецкие ученые Конструкторы Во главе с генералом Вальтером Дорнбергером И инженером Вернером Фон Брауном Значительно опередили Другие страны В области Ракетной военной техники Английская разведка Сумела многое узнать И оценить Достижения Противника В полнолуние В ночь с 17 На 18 Августа Массированный Английский налет Бомбардировщиков Основательно Разрушил Несколько Важнейших Объектов на полигоне Больше всего Пострадал Жилой поселок Немецкая Противовоздушная оборона Сбила 47 Английских Бомбардировщиков Но в целом Продемонстрировала Свои очевидные Слабости Через пять недель Немцы Восстановили все Разрушенное И опытные запуски Продолжились 19 августа 1943 года В Восточной Пруссии Раздался Неожиданный Выстрел Этим выстрелом Покончил с собой Один из самых Интересных Генералов Германских Вооруженных сил В истории Второй мировой войны Начальный Генерального штаба Люфтваффа Генерал-полковник Ганс Ешонок Нет никакого Нет никакого сомнения в том Что этот молодой Генерал Занявший столь ответственную Должность в декабре 1939 года Сыграл неоценимую роль В истории германских ВВС По крайней мере То тактическое мастерство Которое демонстрировали Германские пилоты На всех театрах Военных действий Начиная с сентября 1939 года Та организация Люфтваффе Была в известной степени Заслугой именно Ешонка В чем же была причина Ракао-выстрела Ответ на этот вопрос Вполне вероятно Скрывался В той записке Которую оставил Самоубийца Генерал-инспектору Люфтваффе Мильху И именно в этой записке Ешонок просил Мильха Чтобы рейхсмаршал Герман Геринг И в коем случае Не появлялся На его похоронах Ешонок Покончил с собой В состоянии Сильного душевного Волнения Которое было вызвано Перманентным кризисом Германских Военно-воздушных сил Ставшего фактом Летом 1943 года Вполне возможно Что Ешонок Осознавал Что если на Восточном фронте Германские военно-воздушные силы Еще обеспечивали Действенную поддержку Операциям Наземных войск То на Западе Противостоять Воздушным армадам Союзников Было просто Нечем Парировать Англо-американские Амбардировки Германских городов И промышленных объектов Казалось Невозможным На Тихом океане Был всего лишь Один крупный успех Остров Остров Адак Тоже не оборонялся Японцы Скрытно эвакуировали Свои гарнизоны Одной из самых странных Версий Второй мировой войны Не обеспеченных Никакими свидетельствами Или документами Является утверждение Западных историков Оно даже попало В некоторые Биографические словари Утверждение о том Что в августе 43-го года Нарком По иностранным делам Советского Союза Вячеслав Молотов В украинском городе Кировограде Оккупированным тогда Немцами Вел переговоры С министром иностранных дел Третьего рейха И ахиом фон Риббентропом По утверждениям Западных историков Они конечно же Обсуждали Проблемы Сепаратного мира Между Германией СССР Надо сказать, что Молотов В годы войны Почти ежедневно Бывал в кабинете Сталина Я просмотрел Журнал посетителей Кабинета Сталина За август 43-го года И там есть Два окна В которые Мог бы Молотов Попасть в Кировоград С 12 по 16 И с 24 по 29 августа Так что Если эти переговоры И состоялись То скорее всего В конце августа 43-го года Но повторяю Это абсолютные фантазии У нас нет Никаких документов Никаких свидетелей Никаких фактов Позволяющих утверждать То что Молотов В августе 43-го года В оккупированном Немцами Кировограде Вел переговоры С Иахиом фон Риббентропом А чем был занят В эти августовские дни Свергнутый Диктатор Италии Бенито Муссолини Новое итальянское правительство Прятало его Сначала на островах Адриатического моря А затем в горных районах Северной Италии Дуччи не стремился Вернуться во власть Начал писать мемуары Вел дневники По истечению двух недель Записывает Муссолини 9 августа Я так и не знаю Кто я А точнее Кем стал Мне нетрудно поверить в то Что миллионы итальянцев Которые славили меня вчера Сегодня ненавидят И проклинают День когда я родился Место моего рождения И весь мой род Как живых Так и уже умерших Август заканчивался На Восточном фронте Наступлением Южного фронта И освобождением Таганрога Город о котором Петр Великий думал Как о будущей столице Российской империи После ухода оккупантов Был сильно разрушен И безлюден Третье военное лето Развеяло в сознании Тысячи тысяч наших солдат И офицеров Тот трагический стереотип Что летом Успехи военные Могут быть только На стороне Вермахта После того Как Красная Армия Вырвала стратегическую Инициативу На Курской дуге После того Как русские летчики Обескровили элиту Национал-социалистского Воинства Люфтваффе Немцы Уже не имели Того преимущества В воздухе С которым Они начинали Войну Изменился Даже внешний вид Наших солдат Вот у меня в руках Две фотографии Одна сделана В сентябре 41-го года А другая После того Как эти два солдата Прошли огонь И воду И медные трубы Курского сражения Фотография августа 43-го года Это Словно Два Совершенно Разных Человека Здесь уже нет Той задумчивой Растерянности Потерянности Сентября 41-го года Эти солдаты Уже знают Что надо делать Они знают Что их тяжелый Кровавый Ратный путь В конце концов Приведет нас К победе Человек Вдался На К Урово Спири 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 Продолжение следует...